Дачная амнистия, которая предусматривает упрощенный порядок оформления земельных участков, в собственность существует более 13 лет. За это время в федеральный закон вносились изменения. Самое последнее и одно из самых важных из них напрямую связано с градостроительным кодексом. Теперь для строительства или реконструкции объектов индивидуального жилого строительства или садовых домиков действует единый уведомительный порядок. Прежде чем начать строительство, вам необходимо обратиться с уведомлением о планируемом строительстве в органы местного самоуправления, то есть на территории которого расположен ваш объект недвижимости. Законодательством предусмотрены параметры объекта индивидуального жилого строительства. Он должен быть не выше трех этажей, высота дома не больше 20 метров. Такие же технические характеристики имеет и садовый дом. Форма уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта утверждена приказом Минстрое. С днем вы указываете, что вы являетесь собственником участка, на котором, конечно же, вы будете будущее строительства вести. Определяете параметры этого участка, где будет располагаться то, что должны быть соблюдены обязательно отступы от границ земельного участка, этажность своей постройки. Если данные, указанные в уведомлении, соответствуют градостроительным нормам и правилам землепользования и застройки, собственник участка может приступать к возведению садового или жилого дома. Документ о соответствии планируемого строительства действителен в течение 10 лет. После того, как вы возвели свою постройку в течение месяца, вы должны уже обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план на ваш объект недвижимости и, соответственно, составить уведомление уже об окончании строительства и подать комплект документов в органы местного самоуправления. Если документы соответствуют действующим нормам, органы местного самоуправления передадут их на постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности. Если дом построен значительно раньше и не имеет документов, которые делают постройку законной, собственнику участка придется решать вопросы в судебном порядке. В противном случае таким домам будет присвоен статус самостроя. Дарья Цапорыгина, Артемий Голосков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.